всем привет вы на канале мужское хобби и сегодня мы будем делать настойку на кедровых орешков или кедровку как угодно как хотите называйте настойка популярная настойка приятная для застолье практически для любых подходит рецептов ее море в общем то но единственная самая главная основа это кедровые орешки я ее делаю немного по-своему все ее делают наверное по-своему я вам расскажу свой рецепт то есть здесь у меня литр рецепт идет на литр здесь у меня литр самогона крепостью 42 градуса и берем две столовых ложки орешков больше брать не рекомендую как бы не переходите в лекарственные дозы все-таки вы пьете а не лечит поэтому делайте небольшие дозы обычные две столовые ложки то есть здесь насыпаны такие вот ложки орешки прежде чем закидывать в банку обязательно нужно либо прокипятить либо залить кипятком два варианта существует обработки орешков можно залить их в кастрюлю поставить на огонь и прокипятить минут пять я делаю обычно по-другому то есть я беру кружку просто заливаю их кипятком пару минут вот так вот держу вода думаю видно окрашивается и в общем то вот так вот три раза я делаю то есть залил подержал несколько минут вылил воду залил еще раз кипятком и так три раза я вам все три раза показывать не буду сейчас сделаю подключусь потом вот в общем то все три раза я их промыл и дальше мы берем эти орешки и засыпаем в банку туда же кидаем 5 шиповника 5 ягод шиповник не шиповник обычный аптечный другого сейчас пока нет просто 5 штучек шиповника мы закидываем шиповник придаст более интересный такой плотность напитку то есть он вкус особо не меняет а вот интересный она придает и я туда же кладу корень колгана в принципе можно обходиться без этого но такой лесной интересный аромат и вкус он придает вот много было экспериментов с кедровкой с колганом мне понравилось больше всего колган здесь у меня небольшой корешок я его раздробил то есть такой вот корешок с фалангу если берете аптечный колган он в пакетиках обычно то одного пакетика на литр будет достаточно но он не такой душистый к сожалению поэтому если есть возможность найдите колган в корешках он продается можно на авито купить у людей которые выращивают да и в алкогольных магазинах тоже продается соответственно мы добавляем туда еще и колган ну и для дополнения по аромату по вкусу закидываем туда чайную ложку меда в общем то обычная чайная ложка меда размешиваем чтобы мед растворился из ложки у нас слез только недавно вот развел мне еще теплая сортировка цвет уже начала менять ну а теперь мы это все оставляем недельки на три на месяц настаиваться периодически взбалтываем и пусть стоит недельки три месяца не спешить настойка на орешках должна постоять все-таки это не быстрый рецепт который там за неделю делается пусть настаивается через месяц встретимся я вам покажу результат для вас пройдет пару секунд ну что вот так вот незаметно для вас пролетел месяц я не стал вам в банке показывать потому что я делал пятилитровку искать ее не стал просто снялся с осадка вот вам показать графинчики вот такой вот цвет она приобрела коричневый слегка красноватый не знаю вам видно на камеру или нет но это из-за колгана он все-таки красноватый цвет придает что давайте оценим результаты на запах запах шикарный тут даже говорить нечего вот эти кедровые орешки колган мед придает слегка цветочный в общем такой лесной аромат классный кедровка мне всегда нравилось очень приятный получается напиток запах алкоголя вообще не чувствуется давайте попробуем ваше здоровье очень приятный получается напиток этот легкий привкус еловости не знаю как его описать и не такой художник чтобы расписывать эти все вкусы очень приятный очень вкусный напиток кедровка я говорю всегда шла на ура на всех застольях поэтому делать ее стоит единственное не переборщите с орехами то есть идет одна две ложки на литр максимум не надо делать лекарства потому что потом может прыгать давление голова болеть опять же от давления моторчик может стучать сердечко у кого есть какие-то проблемы не переборщивайте 1 максимум 2 столовые ложки на литр и естественно кипятки обязательно тоже держите ну а так в общем то и все что можно про него сказать если видео понравилось ставьте лайк пишите в комментариях может быть у вас есть свои какие-то рецепты и добавки интересные всем удачи